Такова стратегия нашей внешней политики. А как насчет тактики? На следующий день, после вот этих слов Александра Лукашенко, мы расспросили о ней, о тактике, главу белорусского МИД Владимира Макея. Расспросили на конкретных примерах. Это и западные перспективы на фоне заморозки санкций, и отношения с Москвой, и, например, такое. Может ли Минская площадка послужить еще одному мирному процессу России и Турции? Впрочем, конец года, и начали мы с итогов. Если позволите, несмотря на то, что наше интервью выходит в первые дни Нового года, я в первом вопросе все-таки вернусь к итогам 2015-го, потому что он был знаковым для МИДа, это 95 лет белорусской дипломатии. Были знаковые события, я имею в виду, в первую очередь, на Романскую четверку, которая собиралась на 17 часов в Минске, эти переговоры, которые запомнил весь мир. В целом, очень активный год для нас на международной арене. Вот лично вы, как министр иностранных дел, что бы выделили в качестве главного достижения белорусской дипломатии в 2015 году? Год действительно был очень непростым, сложным для нашей страны, да и для мира в целом. Вы сами видите, что происходит на международной арене. Противостояние между глобальными игроками, которые приводят к тому, что есть опасность возникновения новых разделительных линий в мире и в нашем регионе. Финансово-экономические проблемы, с которыми сталкиваются все регионы, которые, конечно же, оказывают влияние на ситуацию в таких небольших, средних странах, как Беларусь. Потому что мы зависим от ситуации, с учетом нашей экспортоориентированной экономики, мы зависим от ситуации на внешних рынках. Резко возросла угроза терроризма. Мы видим, что сегодня театр военных действий по противостоянию этой угрозе, он повсюду. События в Париже наглядно подтверждают это. Ни одна страна, ни один регион не застрахован от этой опасности. Вы помните, что с трибуны ООН, выступая на саммите, президент Беларуси четко заявил о настоятельной необходимости диалога в отношениях между государствами. Он напомнил об ответственности каждой страны, особенно крупных держав, за происходящее в мире. Наша позиция на международной арене, наши конструктивные подходы к разрешению тех или иных конфликтов привели к тому, о чем вы уже сказали, к проведению встречи в рамках нормандского формата в Минске. По общей оценке, минские договоренности являются той основой, на которой может быть урегулирован украинский кризис. Требуется лишь ответственный подход со стороны всех участников этого конфликта. Мы очень серьезно продвинулись в наших отношениях с азиатскими партнерами. Состоялся визит впервые за последние 14 лет председателя КНР в Беларусь, в рамках которого были подписаны порядка 20 межгосударственных документов, в том числе декларация о дальнейшем развитии и укреплении всестороннего стратегического партнерства. Состояли встречи на высшем уровне президента Беларуси с руководителями Вьетнама, Пакистана, Индии, Монголии. Это говорит о том, что мы намерены серьезно закрепиться в этом регионе. 2015 год оттепили своеобразный, беру в кавычки, с Евросоюзом и США, потому что до идеала далеко хорошо это все не звучало. Потому что, с одной стороны, санкции заморозили, с другой стороны, их же вроде как и продлили. И в этой связи возникает вопрос, вы каким-то особенным образом планируете выстроить отношения с западными партнерами в этом году, уже в 2016? И чей следующий шаг должен быть навстречу? Знаете, мы всегда выступали за нормальный, равноправный, полноценный диалог в отношениях с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки. И мы не считаем, что, скажем, надо устраивать здесь какие-то соревнования или тем более оказывать давление друг на друга. Мы считаем, что диалог это подразумевает нормальный, равноправный разговор всех вовлеченных в него субъектов. Мы всегда выступали за такой подход. Это мы рассматриваем как промежуточный шаг. Окончательным шагом должна быть полная отмена соответствующих ограничительных мер, которая, конечно же, вывела бы наше сотрудничество с нашими европейскими партнерами на совершенно новый уровень. Настроены они эти настроения? Потому что со стороны есть ощущение такой, знаете, торговли. Вроде как какие-то условия выставляли, Беларусь, по-моему, даже перевыполнила план. И вот они сейчас смотрят, вдруг мы что-то забыли еще потребовать у Беларуси, и на всякий случай пока санкции придержим, вдруг еще когда-то нам пригодятся. Действительно, у нас тоже иногда возникает соответствующее размышление на сей счет, но мы четко говорим нашим партнерам, что никаких новых ряд условий, никаких новых условий для отмены санкций не должно быть, и Беларусь не пойдет на это. Мы считаем, что санкции должны быть отменены, потому что они вообще противоречат логике межгосударственных отношений в нынешней ситуации. Но самое главное, я считаю, мы должны добиться того, чтобы мы начали выстраивать наши отношения в будущем на основе нового документа, базового документа между Беларусью и Европейским Союзом. Потому что сегодня мы развиваем наше сотрудничество на основе еще тех соглашений, которые были заключены между Советским Союзом и Европейским экономическим сообществом. Вот на фоне такого потепления отношений с Западом, с Европейским Союзом, а уж тем более ухватившись за тот факт, что свой первый официальный визит после наугурации глава государства совершает не традиционную Российскую Федерацию, а в далекую Азию, где в экспертной среде началось такое брожение и рассуждение, что, мол, а не поворот ли это в другую сторону. Вот учитывая, что год начинается, и речь идет, я имею в виду, в первую очередь, конечно, нашего традиционного партнера Россию, стоит ли беспокоиться за белорусско-российские отношения? Есть ли что-то, на что мы должны обратить сейчас внимание? Беспокоиться стоит всегда и не только за белорусско-российские отношения, за все отношения. Что касается разворота и поворотов, то наш президент уже много раз высказывался на эту тему. И, насколько мне помнится, наиболее ярко и эмоционально в инаугурационной речи после выборов. Мы заинтересованы в развитии нормальных отношений со всеми странами и государствами. При этом понятно, что Россия является нашим главным партнером и союзником в силу межгосударственных, межправительственных, различных региональных планов, программ, соглашений, которые тесными нитями связывают нашу экономическую, политическую, человеческую жизнь, скажем так. Это разорвать невозможно. Но это тоже ненормально, когда 50-60% товарооборота в Беларуси существует только с одной какой-то страной. Потому что рано или поздно может возникнуть какая-то ситуация, которая приведет к негативным последствиям для Беларуси. Имеется в виду сильная монозависимость от одной страны. Поэтому вполне логичным является стремление к тому, чтобы диверсифицировать торгово-экономические и политические отношения Беларуси с другими странами. Вы когда вспоминали главные события 2015 года и вот с керезапятую назвали нормандскую четверку в Минске, может быть, по тому же принципу взяться за нормализацию отношений России и Турции? Мы никому не собираемся навязывать наши посреднические услуги. Но мы исходим из того, что давление друг на друга, санкции в отношении друг друга – это не метод решения проблем в межгосударственных отношениях. Мы это испытали на себе. Что касается последних разногласий между Россией и Турцией, то мы уверены, что рано или поздно удастся разрешить этот конфликт. Насколько мне известно, наш президент имел разговоры и с президентом Турции Эрдоганом в Туркменистане на сей счет, и разговаривал на эту тему и с президентом России Путиным, высказывая свою точку зрения. Но мы не можем заставить те или иные стороны действовать, скажем так, как нам хотелось бы. Мы вправе высказать свою точку зрения, а уж дело остальных субъектов принять эту точку зрения или не принять. Но мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был урегулирован как можно скорее. И мы готовы, если понадобится, приложить максимум усилий для его урегулирования, точно так же, как мы это делаем по Украине.